Привет, друзья! С вами снова канал Кинг Драйв и очередной выпуск о самых интересных событиях из автомобильного мира. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать свежие выпуски. Одновременно с запуском продаж нового WRX на международном рынке, Subaru в Японии представила обновленный универсал Lework в исполнении STI Sport R. Под капотом новенького заряженного Lework установили 2,4-литровый турбомотор, работающий в паре с вариатором и системой полного привода, мощность которого составляет 275 сил и 375 ньютон-метров крутящего момента. Также для универсала будет доступна версия без приставки R с 1,8-литровым двигателем мощностью в 177 сил и 300 ньютон-метров крутящего момента. В стандартное оснащение заряженного универсала вошли переключатели режимов движения, электронно-управляемые амортизаторы, а также автомобиль оснастили 18-дюймовыми колесами, другой радиаторной решеткой и новым передним бампером STI Sport. За безопасность отвечает комплекс iSight. В богатой комплектации Lework STI Sport R и X предлагается медиа-система с экраном диагональю 11,6 дюйма и функция слежения за состоянием водителя. Ее стоимость составляет 38 500 долларов, а базовый вариант оценили в 35 100 долларов. Немецкая тюнинг-ателье G-Power, которая известна своими проектами по доработке автомобилей марки BMW, представила пакет доработок для седана BMW 7 серии актуального поколения. Если быть точным, речь идет о модели 750i. Базовая версия от G-Power теперь имеет пристойный запас продуктивности. В стандартном виде автомобиль укомплектован 4,4-литровым V8 мощностью в 530 сил и 750 ньютон-метров крутящего момента. Специалистами из тюнинг-ателье предлагается сразу два уровня форсировки. Благодаря Stage 1, который включает в себя перепрошивку блока управления, мощность двигателя увеличилась до уровня в 620 сил и 850 ньютон-метров крутящего момента. Затем идет Stage 2, включающий в себя новую прошивку, улучшенное охлаждение и замену выхлопной системы. Такие меры позволили увеличить отдачу бензинового V8 до уровня в 670 сил и 900 ньютон-метров крутящего момента. Эти изменения помогают роскошному седану разгоняться с места до 100 за 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 330 км в час. Стоимость такой модификации пока не оглашается. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok